И, собственно, цель нашей арт-медиации, она заключается не в том, чтобы рассуждать о том, какой была блокада на самом деле, что там было, а о том, как нам надо помнить о ней, что нам надо о ней помнить, и, конечно, главный вопрос, зачем это делать. Это работа Анастасия Кисина. Анастасия Кириллова, она называется «Кухня в голову», по сути, рацион блокальника, это по-друге, не там она, Жеменского. Ну, это хорошо. Она, на самом деле, специально показывает нам наше высокое понимание блокады, потому что мы пытаемся принимать блокаду через наши какие-то современные очки, через наши современные мере. То есть получается, что этот кирк – это нормальный кир, на самом деле. Это абсолютно не блокады, потому что блокадная кирка будет иначе, но у нас состоялось и ощущение суррогатов, которые, я думаю, не стоят. Вот это ощущение счастья 9 мая, в том числе ощущение женственности, некой красоты. То есть, в том числе, здесь упоминается, как в контексте запретной времени Борги Дубольс, где описывается, какая-то там, в 42-м году, она, значит, получает на своей партнете платье, ну, да, молодец, о, какое хорошее платье, как я в нем хорошо выгляжу, вот, какая милая, какая душная, ну, собственно, это чудило. Вот это, как мы совсем не задумали. Мы сами сидели, это блокадная кирка, мы сами сами все жестко-лубали. Вот это женщины, мы все раздевали, и они видят, что они никак уже потеряли жесткость, а не как нужна женщина, ну, мы, мы, тощие, мы очень истощенные, у них волосы, она сильно не зная, она красивая, и сразу возникает вопрос, а как вот это все возможно? То есть, как вот сохранить красоту и здоровье Ленинградии Борги? Какие образы вам? Зато там… Главные искусства, на мой взгляд, это отстранение. То есть, можно рассказывать об блокаде там, показывая очень, знаете, вот так, смакуя, там, каннибализм, там, вот, Можно целую огромную выставку про какими болезнями в Ленинграде сделать. То есть можно показывать прямым текстом, но это не работает. Вы начинаете нам показывать какой-то хоррор, ужастик, это не имеет отношения к жизни и каким-то переживаниям. Поэтому здесь, на самом деле, вся экспозиция построена по принципу отстранения. И зритель, когда он сюда приходит, должен задавать себе вопрос, а чего здесь нет? То, чего здесь нет, это то, что нам хотят показать авторам. Ну, представьте, вот вам показали очередь. Ну, чего здесь нет? Хорошо, здесь нет людей. Ну, вот мы представили себе, что эти люди стоят. Ну, они стоят. Хорошо, что нужно еще добавить, чтобы лучше? Здесь нет продуктов в этих сетках, потому что они стоят. Да, то есть это, значит, такое... Да. То есть это, значит, такое... Да. Это образ, как бы, пустой. Вот этих пустых авосик, это именно такой художественный образ. Потому что, представьте себе, вот вы стоите на морозе. Вы получили какой-то хлеб у продавщицы, значит, из булочки. Вы не бойте его класть на там или в авоську. Вы его спрячете, его куда-то к себе. И, в принципе, я не думал, что там были вот такие авоськи, что-то вот так вот носили. Никто так не носил. Почему люди прячут хлеб, на ваш взгляд? Почему они его прикладывают к себе? Это же, как бы, вопрос не только, чтобы согреть. Ну, хорошо, согреть. А еще? Вопрос решения, чтобы не мешать реальность решения. Ну, и... Чтобы реальность. Чтобы реальность. Да. Вопрос о том, чтобы не мешать реальность. Потому что хоровство карточек и хлеба, оно происходит постоянно. Вот именно что-то происходило вокруг... А как вы думаете, что вот это? Вот эти святыльщики? Что это такое? Какие значки? Да. Это временофорные значки. Как вы видите, локарь на локаре? Во-первых, как вы видите, здесь сушек локарствующий человек. Это прибор, в котором электричество работает на 10% мощности, когда вы видите, как этот локар. И в полной темноте. И ничего хорошего в этом происходит. Собственно, ламма низа. Людкина, она заключается, как то, что, мне кажется, не столько значков, сколько в этой темноте. Потому что, когда вы находитесь в тематике, вы открываете глаза, вы начинаете слушать звуки в блокаде. Какие с вашей точки зрения есть звуки в блокаде? Мы здесь принимаем с элементами Петербурга. Естественно, где там Сминкер, опять же. Она в Кадынский собот, Невский проспект. И мы очень часто ходим по этим улицам, по Невский проспекту. И мы, почему мы не понимаем блокады? Потому что у нас нет того, что называется «устные историки», а называется «визуализация права». Это такой темно, когда человек, он находится в каком-нибудь городе, допустим, для поселения. И он может вам точно сказать, ну, где произошла какая-то трагедия. Понимаете, что вот там соседняя улица этой школы, это несколько классов. Татьяне, висели. А вот это мой фантазм, где умер от волоса и три недели его тело, так сказать, оно держало замороженного. Но вы начинаете понимать тексты, начинаете сочетать твоего персонажа. Это к вопросу о том, что можно иногда не только читать источник исторический, иногда иногда и иногда и не источник, понять о чем он. Это не вы, он, его могут посчитать другими зрячими человеками. Это, на самом деле, образ того, что мы, ну, как бы ничего не понимаем. И нам, вопрос о том, что нам надо, чтобы понять блокаду, надо полностью отказаться, как бы, от своего зрения. Нужно мыслить общественные категории, которыми, слава Богу, никто из нас не мыслит как бы в настоящее время. Как выражено наше непонимание блокаду. Это видео, оно показывает, как художница, ну, просчитывает статистику блокадных смертей. Ну, условно, опять же, здесь мнения очень сильно разнятся. Кто-то говорит, там, 600 тысяч человек погибло, кто-то миллион, кто-то полтора. Ну, знаете, с определенного момента уже нет никакой разницы, сколько людей погибло. Вот, соответственно, рисуют некие по счету. Ну, мы берем 1 миллион на, если же здесь, 2 дня. Мы пытаемся понять, сколько человек умирало. То есть, среднем, вот так вот. Среднем, то есть, сколько умирало в год, сколько умирало в месяц, в неделю, в день, в час. Но, в чем здесь заключается непонимание? Мы здесь начинаем работать с цифрами. Мы, нечестно, мы не работаем с людьми. То есть, когда мы начинаем усыплять свет, получается ситуация, что мы не наносим. Вы можете посмотреть методы. Вы можете понять, что эта инсталляция возрастает подробные чтения. Вячеслав Курицын, он написал роман «Спать и видеть». Это роман «Оплакан». Вячеслав Курицын, он использован на огромные количества источников. Вячеслав Курицын, он как бы вплетает свой роман. И вячеслав Курицын, он используется то, что мы, возможно, как видите, у нас с вами, что мы точно хотим рассуждать трагедии, о какой-то роман. И все так, что нам было комфортно. Это комнаты, это инсталляция куратора. Это выставки, именно белого. Если потом вы можете походить, внимательно посчитать, что написано из этих стенах. Собственно, это тоже, опять же, сводки из МКВД, из различных дневников. И вы можете в том штабе понять, о чём как бы заводили люди Благодаря Ленинграда, каким был их голос. И именно здесь вы можете видеть образ того, что мы оставили. То есть, если вы когда-нибудь проводили ремонт в себе, вы видели там, когда снимаете обои, там, допустим, старые советские газеты или ещё что-то. Так вот, возникает вопрос. Вставить ли вы на всё это наклеили какие-то свои, там, обои, там, перезакрашивать всё это? Что вы уберёте, там, что вы оставите? Это, на самом деле, вечная проблема, это вечный разбор. Сохранить всё нельзя, но надо сохранить то, что говорит Алина. И это, собственно, как вы понимаете, те, кто был на улице и видел куб, мы сейчас с вами находимся внутри этого куба. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.